В четверг, 16 февраля, в день попразднства Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, мы вспоминаем праведников, чьи имена неразрывно связаны с торжеством. Праведный Симеон Богоприимец и Анна Пророчица были теми, кто узнал в беззащитном ребенке Великого Мессию. Симеон Богоприимец был одним из 72 переводчиков, которым царь Птолемей II поручил перевести священное писание на греческий язык. Евангелист Лука пишет, что праведный Симеон был избран Господом, и Дух Святой пребывал на нем. После того, как пророчество сбылось и праведник увидел своими глазами Спасителя мира, долгая жизнь святого подошла к концу. По преданию, он умер в возрасте 360 лет. В VI веке мощи праведного Симеона Богоприимца были перенесены в Константинополь. Сегодня они покоятся в реликвариях в двух хорватских городах – Задари и Загорье, а в немецком городе Ахене хранится его десница. О Святой Анне мы знаем немного. Евангелист Лука в праздничном отрывке Евангелия повествует, что она была дочерью Фануила от колена Асирова. Асир был сыном Иакова и получил в дар от Бога плодородные земли уберегло в Средиземном море. Праведная Анна рано вышла замуж, но семейная жизнь длилась недолго. После внезапной болезни умирает любимый муж. По ветхозаветной традиции, святая могла еще раз выйти замуж и обрести счастье в семье, но она выбирает другой путь. Праведная вдова посвящает свою жизнь Богу, отказывается от богатого наследства и живет при храме до глубокой старости. Евангелист Лука описывает ее так. Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой услужа Богу день и ночь. Святая становится свидетелем встречи Симеона Богоприимца и Спасителя, о которой проповедует по всему Иерусалиму. Также в этот день Православная Церковь чтит память святителя Игнатия Мариупольского, митрополита Готфейского и Кефайского. Он родился в 1715 году на греческом острове Ферми. Благочестивые родители назвали сына Иаковом. Получив образование, юноша взял благословение родителей и отправился на святую гору Афон. Он всем сердцем полюбил иноческую жизнь и принял монашеский пострих с именем Игнатий. Святой прославился своим смирением и кротостью не только на Афоне, но и далеко за его пределами. В 1769 году в Крыму умер митрополит. В то время полуостров был во власти турок и татар, которые притесняли православных греков. Было трудно найти архиерея на Готфейско-Кефайскую кафедру, и владыка Игнатий добровольно согласился занять место умершего митрополита. Все силы он направил на возрождение и сохранение греками, их веры, культуры, национального самосознания, став истинным предводителем христианства. Семь трудных лет управлял кафедрой святитель Игнатий, вознося слезные молитвы за притесняемую паству. Господь открыл ему путь избавления, исход православных греков из Крыма. Оставив дома и могилы предков, они отправились в христианскую землю Приазовья. Во время странствования народ ожидало множества трудностей и болезней. Взяв с собой образ бахчисарайской иконы Божией Матери, христиане прибегали к ее помощи и заступничеству. По молитвам к Богородице отступали болезни и легче переносились тяготы пути. На берегу Азовского моря, по благословению митрополита Игнатия, в честь Царицы Небесной был заложен Мариуполь, город Марии. Владыка перешел по домофор Русской Православной Церкви. В 1786 году после болезни святитель Игнатий отошел ко Господу. Похоронен был в соборе Святого Харлампия. 30 ноября 2017 года совершилось общецерковное почитание святителя Игнатия Мариупольского, митрополита Готского и Кавского с включением его имени в Месяцы Слов.